Продолжаем нашу интересную сессию, посвященную проблемам современных направлений развития суперкомпьютинга, которые представляет инвизор. Вы уже вчера с Дмитрием Микошиным встречались, уже представляете, что это очень известный и профессиональный специалист в этой области Питри. Будем рады послушать вас еще сегодня по реке Питри. Спасибо. Здравствуйте еще раз. Начну я вот с чего, что покажу вам место, где можно скачать презентацию, которую я буду сегодня показывать. Tesla Parallel.ru. У всех интернет есть, и вы можете зайти. Вот тут есть ссылка «Презентация» и «Премеры программ». «Презентация» — это, собственно, презентация. «Премеры программ» — это небольшие функциональные заготовки, готовые, работающие, то есть все проверено и мной написано, чтобы был, так сказать, быстрый старт, чтобы вы могли свои задачи к ним подключить, и все сразу работало. Так, здесь же есть кнопочка «Registration», в которой вы можете оставить свои данные, почтовый адрес и какое-нибудь послание с тем, чтобы мы вас добавили в число пользователей тестового сервера. Он удобен тем, что на нем нет никакой системы очередей, нет VPN, но он тоже находится на ВМК. Собственно, факультет ВМК его поддерживает тоже, и он предназначен именно для тестирования программ студентов перед тем, как переходить к более серьезным машинам. Так, нет, графит — это кластер, а это Tesla сервер, состоящий из одного узла. В общем-то тут, сейчас, тут какая-то одна из его старых фотографий, собственно, вот он весь так и выглядит, то есть это две таких панели по 4GPU, и между ними установлен хост, и они подключены к этому хосту, то есть их 8 штук всего видно там, и вы можете всех задействовать в своей программе. Как это сделать? В общем-то, это основная тема сегодняшней лекции. Так, я попробовал узнать у аудитории, какое было вообще впечатление от первой части, и понял, что, возможно, мы недостаточно осветили практический вопрос касательно именно того, как выглядит CUDA ядро, как его программировать для тех людей, кто этого раньше не делал. Вот, поэтому у меня здесь открыт такой небольшой примерчик. Вообще они были написаны для 3.2, но с 4.0 они тоже работают. И на том сервере, который я рекламирую, там именно 4.0 установлен. Значит, этот простой пример должен помочь понять, вообще какой пайплайн, то есть какие действия необходимо делать, если у вас есть часть большой программы на хосте, и вы хотите написать для нее какое-то CUDA ядро. Значит, здесь main функция, в которой вначале идет генерация некоторого случайного массива. Ну, мы будем считать, что это какие-то исходные данные. И для них применяется численный шаблон. То есть есть регулярная сетка двумерная, есть точки этой сетки, и в каждой точке мы ищем новое значение, зависящее от ее соседей. Простая численная схема. Ну, думаю, что всем знакомы. Значит, сгенерировали данные, сгенерировали мы их на хосте. После этого мы их явно пересылаем на… Значит, сначала мы выделяем такое же количество памяти на устройстве с помощью команды CUDA.malloc. Затем мы из буфера на CPU пересылаем входные данные в буфер на GPU. Это делает команда CUDA.mkpi с флагом CUDA.mkpi host to device. Затем для контроля запускается сначала CPU-версия ядра, эквивалентная, которая тоже считает результат, но для проверки, чтобы мы могли убедиться, что он правильный. Затем делается… То же самое выделяется память под выходной буфер, то есть то место в памяти GPU, куда мы будем складывать наши результаты. И CUDA.m.set – это мы их инициализируем нулями. Дальше нужно пояснить некоторые детали по запуску CUDA ядра. В первой лекции должны были быть введены понятия грида и блока. Было такое, да? Блок индекс, трейд индекс. Так вот, чтобы запустить CUDA ядро, нужно задать эту конфигурацию. Когда я начинал с CUDA, меня это вгоняло в некоторый ступор, потому что в этих параметрах есть некоторая степень свободы. То есть можно задать сетку грида больше или меньше, можно задать количество блоков больше или меньше. Частый вопрос, какими их действительно задавать. Ответ – это зависит от задачи. Если у нас будет слишком большой грид, то мы можем не влезть в тот размер локальной памяти и количество регистров, которые нам доступны на одном мультипроцессоре. В этом случае наша программа будет тормозить, потому что она будет скидывать в дальнюю медленную память содержимое регистров. Лучше было бы, если бы она этого не делала. С другой стороны, если у вас ядро легкое и использует мало регистров, то тот же самый расклад блоков гридов может подходить. Поэтому это вычисление, но на самом деле оно в какой-то мере похоже на ту декомпозицию, которая делается на кластере, когда, допустим, двумерная или трехмерная декомпозиция сетки и какие-то части раскидываются по узлам с разделенной памятью. На самом деле это примерно то же самое. С той разницей, что здесь присутствует не один уровень разделения, а два гриды и блоки, особенность гридов в том, что у них общая шарит память еще. Между блоками уже нет. Так вот, здесь я не буду уже дальше поддаваться в подробности, но здесь дано пояснение, как их можно выбрать для примера. Но здесь грид взят единицами, а заданы только блоки. Так вот, с этой конфигурации блоков мы запускаем наше ядро вот с таким вот оператором Chevron. Это характерный оператор CUDA. Запускаем и сразу же смотрим, если, может быть, возникла какая-то ошибка при запуске. Следующая важная деталь. После того, как мы запустили ядро, в основной поток хоста, вот откуда мы запустили, исполнение сразу же вернулось. То есть программа не ожидает, пока ядро закончит свою работу. Это принципиально. Мы сразу же продолжили исполнение, не дожидаясь получения результатов. Поэтому, чтобы дождаться реально, когда ядро будет закончить свою работу, нужно сделать CUDA Thread Synchronize, команда синхронизации. В CUDA 4.0 она объявлена в дипликейт, она называется CUDA Device Synchronize. Но это то же самое. После того, как мы синхронизировали, и если нет ошибок, то может быть некоторая уверенность, что результаты получены, и мы можем с помощью команды mkpi в обратную сторону скопировать их из памяти GPU в память хоста. Здесь дальше идут еще несколько вызовов эквивалентных ядер на CPU. Они нужны, чтобы обработать остатки, которые не влезли в разделение по GPU блокам. Например, у нас есть некоторая область 2х2. Мы ее разделили на части, какие-то, какого-то размера. Это деление может быть неточным, и образовался остаток. Мы можем попытаться разделить так, чтобы этого остатка не было. Ну или другой способ, чтобы не иметь с этим дела, мы можем их досчитать на CPU. Тоже простой вариант достаточно. Вот здесь он именно и реализован. Специально такая штука сделана, чтобы осветить все возможные нюансы. Ну и все. Теперь у нас есть результаты, полученные на GPU и на CPU, и мы можем выполнить их сравнение. Сравнение получено. Ну и тут еще какая-то визуализация результатов возможна. Возможно. Этот сэмпл есть в этом архиве. Что? А, да, извините, я ядро пропустил. Конечно. Вот, значит, ядро на GPU и ядро на CPU. Видно, что они похожи с точностью до наличия циклов. Здесь они в явной форме присутствуют, а в случае куда ядра роль циклов играет грид. Понимаете, да? То есть у нас каждый поток, работающий на GPU, исполняет вот эту команду. Ему не нужно уже делать никаких циклов, потому что цикл как бы вовне. Но если вы сделали разделение, распараллеливание внутри GPU так, чтобы каждый поток обрабатывал несколько точек сетки, то здесь тоже могут быть циклы. Но эти циклы будут локальны уже в рамках одного потока. Ну и второе различие — это то, что мы досчитываем абсолютный индекс сетки относительно номера блока, номера потока, отступа от границы и размера блоков. Наверное, есть какие-нибудь вопросы. Что? А, да. Inout — это макросы, ну просто чтобы облегчить. Просто двумерный массив. Если все более-менее понимают эту вещь, на самом деле вот вся CUDA. То есть какие-то базовые сведения. И с этого уже можно начать что-то делать. В коллекции примеров в samples pattern 2D у вас в архиве есть. Ну и вот приведено, что он отработал, и максимальное различие найдено там в одной из точек. Это максимальное различие сделано намеренно. Вот она, та самая 0,1. Здесь она есть, а тут ее нет. Но это чтобы, так сказать, для контроля было понятно. Хорошо. Это, так сказать, экстра материал. Он не имеет отношения к мульти-GPU. Просто на этой базе я уже буду развивать следующие вещи. Значит, первая часть про программирование мульти-GPU систем. Гибридная архитектура, иерархия памяти, понятие GPU контекста. Собственно, примеры, функциональные примеры программ, асинхронные операции. Ну и во второй части еще будет отладка. Не знаю, успели я. Так. Гибридная архитектура – это мы будем понимать, что мы работаем с типовым вычислительным узлом, типа тех, из которых сформирован ломоносов современный. Или тот вычислительный сервис, что мы предлагаем. В нем может быть два или больше CPU-сокетов. У них есть дальняя и ближняя оперативная память. Между этими сокетами есть мост. И к сокетам еще подключена шина PCI-Express, от которой отведены, собственно, несколько GPU. Они могут быть подключены как непосредственно, так и тут могут быть еще ветвления. И, в принципе, можно подключать 8 и, по-моему, даже система с 16 GPU бывает на одном узле. Так вот, эти самые узлы еще формируют из себя кластер. То есть вот это вот один узел, их, в общем-то, довольно много должно быть. С такими системами эта лекция предполагает, что вы научитесь работать с такими системами. Понятно, что в них основная проблема – это то, что иерархия памяти к тому, что было на уровне общая память, разделяемая память, добавилось еще несколько уровней, как то память девайса, своего или чужого через обменную сеть. Все эти латентности нужно иметь в виду, иначе программа будет работать очень медленно. Собственно, CUDA все время растет как API, как рантайм, помимо, собственно, системы программирования GPU. Она еще уже обслуживает некоторые вещи на хосте, делает это кроссплатформенно. Но все же CUDA – это еще не система для программирования кластера. То есть для работы с более сложными системами ее необходимо сочетать с другими программами API. Ну, я думаю, все знают, основные программные единицы исполнения операционных систем – это процессы и потоки. Процессы специфичны тем, что они имеют собственный контекст в системе, и ими управляет система. Но еще одна деталь, что они имеют собственную память, и обращаться к памяти другого процесса напрямую запрещено. К этому мы чуть позже вернемся. Так вот, можно установить некоторое соответствие между имеющимися GPU системами и процессами. В случае потоков, уже несколько потоков, они могут реализованы быть как на уровне системы, так и на микроуровне. У них общая память родительского процесса, что может быть проще для обмена данными. Ну, и в этом случае соответствие может быть установлено между GPU и потоками в одном процессе. Базовый термин, которым оперируют CUDA. Контекст устройства. Что это такое? Контекст это некоторая оболочка, привязанная к определенному устройству, в котором хранится управляющая информация о, скажем, выделенных участках памяти, текущем статусе, там, состоянии ошибок. Вот те вызовы, которые я показывал, CUDA.MALOG, CUDA.MEM.KPI, они все требуют существования контекста. Следующая деталь в том, что изначально этого контекста нету, но если его нету, а CUDA вызов сделан, то он будет для вас создан неявно. То есть вы можете, в принципе, не знать о их существовании. Но если мы используем несколько устройств из одного потока, то переключение, вручную переключение контекстов, это один из способов организовать их работу. Собственно, как это выглядит? Контексты являются некоторым посредником, звеном между процессами или потоками и GPU. Не более одного текущего контекста. Можно создавать эти контексты, удалять или менять текущий контекст. Сейчас я перейду уже к примерам того, как это на практике нужно сделать. Собственно, программа у нас сегодняшняя следующая. Что такое CUDA Set Device? Что такое вызов fork? Сочетание GPU с MPI, с POSIX потоками, с OpenMP, с Boost. Еще по CUDA Threads расскажу. Для управления контекстами есть CUDA API и есть драйвер API. На самом деле, сама CUDA – это такая многоуровневая матрешка. У нее есть уже такая больше пользовательская часть. Это команды с префиксом CUDA. А есть более низкоуровневая часть – это команды с префиксом CU. Так вот, управлять контекстами можно либо с помощью команды CUDA Set Device, либо, как уже было сказано, напрямую удаляя или делая текущим нужные контексты. Ну вот в первом примере мы воспользуемся CUDA Set Device для того, чтобы организовать работу нескольких устройств в одном потоке. Так. Значит, здесь я уже не буду показывать CUDA ядро. CUDA ядро – то же самое, которое мы обсудили в самом начале. Просто мы будем его запускать многократно на нескольких устройствах. Основная функция. Первое, что делаем – выясняем количество доступных устройств. Could I get device count? Нам возвращают в параметр, сколько их. Дальше на это количество мы будем ориентироваться при раздаче работы для GPU. То же самое, что и в прошлый раз. Генерируем данные, вычисляем контрольный результат, замеряем его время. Сколько он считался. Дальше. Значит, инициализируем устройство. У нас есть основной процесс и в нем один поток. Это все. Нет никаких других процессов, нет никаких других потоков. Мы просто в цикле проходим по всем номерам устройств. CUDA get device count нам вернул этот номер. И мы, последовательно переключаясь в каждое из этих устройств, делаем там необходимую нам команду инициализации. То же самое, что было в первом примере. Выделение памяти, загрузка в них исходных данных. И все. И вышли. После этого в точно таком же цикле по всем устройствам с установкой текущего устройства мы запускаем CUDA ядро. И снова ушли из цикла. Как было отмечено, вызов CUDA ядра асинхронен. То есть в момент, когда мы покинули этот цикл, у нас на каждом устройстве работают CUDA ядра. И они могут еще не завершиться к этому моменту. Это принципиально. То есть сначала мы всех запустили, и все они работают фактически параллельно. В этом состоит трюк, что у нас была последовательная программа, и мы из нее сделали параллельное исполнение нескольких GPU. Ну и, собственно, когда это сделано, мы уже в таком же режиме можем сделать синхронизацию и дождаться того момента, когда все результаты на каждом GPU будут посчитаны. Ну и сравнение результатов таким же образом. То есть программа в 250 строчек – это на самом деле все, что нужно знать про мульти-GPU в основном. То есть эта заготовка уже позволит вам обращаться с четырьмя, восьмью и более GPU, если у вас есть соответствующие сложности задачи. Так. Дальше. Что делать, если мы хотим иметь несколько процессов? Обычно на кластерах типичная ситуация, когда нужно запускать несколько процессов, и к этим процессам будут ассоциированы соответствующие GPU. Ну вот здесь такой пример мы тоже сделали. Есть системный вызов fork в Unix. Он поддерживается многими операционными системами. Ну и, в общем-то, различия от предыдущего примера минимальные. Мы можем… Сначала мы клонируем из основного процесса еще один процесс или N процессов, сколько нам нужно. И в каждом этом процессе мы можем делать CUDA set device, но желательно все-таки, чтобы каждый процесс работал с собственными устройствами. То есть вот эти вот индексы желательно разводить, чтобы они не пересекались. В принципе, если у вас несколько потоков или процессов пытаются использовать один и тот же GPU, то это будет работать. Но могут быть проблемы. То есть оно может работать не так быстро, как вы того ожидаете. Ну и, собственно, все. Я думаю, здесь ничего особенного не надо пояснять. Давайте сразу перейдем к более общему случаю. Форк — это все-таки вещь специфичная для Unix. MPI уже доступен на самом большом спектре систем. Но вы знаете, что это реализация обмена сообщений, который состоит из библиотеки и системных демонов, фоновых программ, которые функционируют на каждом учтительном узле. Единый код исполняется множеством параллельных процессов. Собственно, демоны MPI контролируют запуск, остановку состояния и контроль ошибок в процессах работающих в учтительной сети. Ну и самое главное, MPI реализует интерфейс обмена сообщениями. Сообщениями могут быть как данные, так и синхронизация для имеющейся сети. А про MPI уже был какой-то курс на этой школе? Нет. Но вы это знаете, да? Ага, хорошо. Тем проще. Ну, основные команды MPI run, MPI exec или инициализация, денициализация, посылка сообщений и синхронизация. В принципе, этого набора достаточно, чтобы показать, как это работает с GPU. Ну и раз вы это все знаете, на вкусненькая некоторая такая довольно новая вещь, я думаю, ее еще NVIDIA мало кому рассказывала, это, ну вы представляете, как работает команда MPI send, MPI receive. Это посылка и принятие сообщений между процессами в MPI сети. Один из параметров, который там обязательно должен быть, это адрес буфера данных. Этот адрес, мы привыкли думать, что он всегда должен быть на хосте, хостовой памяти. Дело в том, что начиная с CUDA 4.0 и специфично для реализации MPI, OpenMPI, это одна из реализаций, сделана возможность использования девайс-адресов в командах MPI send receive. Ну, подробности последуют. Значит, здесь просто приведены некоторые заклинания, которые вам, если вы в курсе дела, позволят ознакомиться с уже с тестовой работающей версией OpenMPI, в которой эта возможность присутствует. Собственно, нужно скачать исходный код OpenMPI на свою машину, построить его, сконфигурировать с флажком with CUDA. В этом случае поддержка вот этой функции будет там по умолчанию. Еще одно требование, что работать эта функциональность будет на картах ферми, не ниже ферми, потому что там девайс-указатели используются. Вот. Давайте посмотрим, как это выглядит. CUDA MPI send receive. Main. Из него мы сразу делаем инициализацию MPI. выясняем, сколько у нас узлов. Выясняем индекс данного процесса в коммуникаторе, в числе узлов. И каждому из процессов ставим соответствие… Пардон. Сначала мы выясняем число доступных GPU. Да. И вот теперь мы каждому процессу по… В общем-то, мы можем воспользоваться рангом, который вернул MPI. Ставим в соответствии GPU, с которым он будет работать. Точно так же создаем девайс-инпут буфера. Отпут, да? Нет. Это программа для MPI. Соответственно, программа для MPI, как было сказано, это программа, в которой один код работает на заданном множестве процессов. А, понял вас. То есть у вас могут быть несколько узлов, и на каждом из них может быть несколько GPU. Имеется в виду, что… Ну, будет только меняться вот этот вот индекс IProcess, да? То есть… В данном случае мы передаем сюда номер узла. Номер процесса, да. То есть, да, это реализация… То есть, что выполняется на одном узле, у нас, допустим, да, да. И мы, допустим, процессы… Да, именно так. То есть этот вариант предназначен именно для того, что MPI реализация работает внутри… Внутри одного узла. Да, именно так. Хорошо. Значит, давайте сразу… Это я уже показывал. Здесь считается все то же самое, что было в предыдущем варианте. Ну и вот, собственно, то, о чем я говорю. Мы, для примера, будем пересылать исходные данные каждого процесса предыдущему. Вернее, да. Сейчас. То есть мы от текущего будем передавать следующему. То есть текущий будет принимать от предыдущего. Ну да, все правильно. Обратите внимание, что вот здесь вот команды MPI iSend и MPI Receive здесь стоят те адреса, которые ссылаются на память, которые мы выделили на GPU. Вот это именно эта самая возможность. Если вы попробуете это сделать просто так, у вас будет segmentation fault. Вы пытаетесь обратиться к невалидному адресу. Фишка вот этой вот реализации, о которой я рассказывал, как раз в том, что она позволяет обращаться непосредственно к памяти GPU. Ну, естественно, там от вас, от пользователя скрыта процедура, как это эти данные пересылаются. Но сама по себе это, возможно, очень удобно. Тем, что вы можете непосредственно в MPI-программе минимальными усилиями добавить поддержку от GPU. Хорошо. Так, ага. Да, ну, тут небольшое замечание, что, наверное, вы будете пробовать на сервере, на нашем сервере, как это работает. И, наверное, это будет виснуть или там какие-нибудь проблемы будут происходить. Есть магический вызов килоу, который решит все проблемы. То есть нужно просто выяснить, выяснить, там, как называется ваша программа и сделать килоу. Никому другому это не помешает. Это касается только ваших личных программ, если вы не администратор. Так, хорошо. Следующая подтема это POSIX потоки. Давайте посмотрим, как управление с GPU сочетается с потоками. То были процессы, теперь потоки. POSIX это runtime API, который доступен, опять же, довольно стандартен на множестве операционных систем. Специфичен он тем, что, чтобы создать POSIX поток, нужно это явно сделать с помощью команды Ptrade Create. И также управлять синхронизацией, управлять ньютексами и всевозможным взаимодействием этих потоков тоже нужно пользователю. К этому к потоку, к вопросу о потоках примыкает новая концепция, которая тоже была введена в CUDA 4.0, о ней, наверное, уже было сказано. Это унифицированное виртуально-адресное пространство. Что это такое? Это некоторая абстракция, в рамках которой вызовы CUDA-малок, то есть выделение памяти на GPU и выделение CUDA-малок хост, то есть выделение памяти на хосте, соответствуют некоторому не очень, может быть, непрерывному, но общему диапазону. Это значит, что если вы выделяете память на одном устройстве, потом с помощью CUDA-сет-девайс переключаетесь в другое устройство и там тоже выделяете память, то эти диапазоны никогда не пересекаются. Что, собственно, дает возможность прозрачно работать с несколькими GPU, но из одного процесса. Это тоже принципиальная вещь. С MPI Unified Virtual Address Space не заработает только в рамках одного процесса. Ну да, и, собственно, за счет этой прозрачной адресации мы можем из одного GPU использовать память другого GPU. Тоже очень вкусная возможность на самом деле. Также уже просто совсем невероятная вещь для тех, кто раньше работал с CUDA. Можно использовать память, выделенную с помощью CUDA-молог-хост непосредственно на девайсе. То есть мы привыкли думать, что CUDA-молог-хост это выделение памяти на хосте, то есть памяти основного узла она не общая с памятью GPU никогда. Но тем не менее ценой может быть некоторых проигрышей в скорости или же на самом деле не во всех случаях. для некоторых это наоборот удобно. Мы можем вообще опустить CUDA-мем-кпи для копирования данных между хостом и GPU и использовать просто данные выделенные CUDA-молог-хост и GPU. Это еще проще. Ну и для тех, кто знает, что такое pin-it-memory, давайте я поясню тогда, если pin-it-memory позволяет делать пересылки памяти между хостом и GPU более быстро, чем если память не pin-it. Если память выделена обычным молоком или new или там allocate, то это обычная память, она не pin-it. Так вот, если мы сделаем CUDA-молог-хост, то в версиях до 4.0 это единственный способ единственная возможность обеспечить более быструю пересылку данных. Начиная с CUDA-4.0 мы можем перевести аллокации с помощью молока тоже в разряд pin-it. То есть мы можем любое выделение памяти сделать pin-it, то есть сделать быстрым с помощью команды CUDA-хост-регистр. Она принимает на вход параметры ну собственно адрес памяти и размер. Так. Хорошо. Теперь мы можем посмотреть на примере как это выглядит. Здесь как раз дан пример peer-to-peer пересылки с использованием элементов POSIX threads. давайте перейдем сначала в основной поток в основной в мейн программу. Значит что тут делается стандартный набор? Выясняем количество имеющихся устройств. Инициализируем такой примитив как барьер. Он нам понадобится для синхронизации потоков. После этого мы можем заняться непосредственно созданием потоков с помощью API и Pthread. Делать это нужно я уже сказал явно. Этим занимается вызов Pthread Create. Он принимает некоторый handle. Это будет идентификатор потока. Здесь атрибуты в данном случае неважно функция вызовом которой поток начнет свою работу и ссылка на контейнер с параметрами который мы передадим этому потоку. Видно что как раз этот контейнер заполняется перед каждым созданием потоков. Почему это сделано? Собственно потому что API Pthread позволяет передать все параметры в виде void указателя. То есть это один указатель и единственная возможность передать много данных это создать контейнер и потом его разминовывать. Собственно создали потоки с этого момента потоки начали работать и в конце с помощью Pthread Join мы просто ждем их завершения. удаляем барьер. Теперь собственно функция которая делает которая стартует работу поток. Как и в случае с MPI и в случае с сериал исполнением мы можем в каждом потоке каждый поток ассоциировать со своим собственным устройством. То же самое какой-то индекс ему задать тоже выделение буферов. Да, ну и после того как мы проведем инициализацию то есть выделим все данных здесь стоит барьер на всякий случай и эта программа в общем-то она эквивалентна той что в случае MPI она тоже запускает некоторое ядро дожидается его завершения а потом пересылка данных происходит не с помощью MPI с адресив а с помощью кодом MPI это еще один вкусный вызов давайте его поясню значит у нас есть выделение памяти на GPU на различных GPU этот вызов позволяет передать данные между памятью GPU без хоста то есть напрямую у нас есть один GPU другой мы можем передать между ними данных как там было между процессами собственно здесь первый указатель индекс этого этого GPU второй указатель на память другого GPU и индекс этого GPU и размер пересылаемых данных ну и все собственно таким образом мы можем обмениваться данными между потоками или между GPU в общем-то для данной задачи это одно и то же ну еще одна штука в документации помечена что что вызов кудом mkp и пир он асинхронный по отношению к хосту то есть к этой программе поэтому после его нужно синхронизировать поэтому здесь стоит девайс синхронайз ну а в случае mpi send mpi receive там синхронизация получается само собой за счет неблокирующей отправки и блокирующего приема ну и все тоже готовая программа для того чтобы вы могли ее использовать в своих своих решениях так но это к ней приведена в общем-то схема которую я как раз и пояснил так open mpi open mpi наверное может быть более известная вещь чем по 6 threads возможно она будет более доступна там на системах типа windows хотя по 6 threads есть для windows его можно найти ну вот open mpi это еще один вариант отличается он тем что в его случае созданием и завершением потоков занимается оно происходит неявно этим занимается реализация open mpi кто-нибудь наверное с ней работал а детали какие-нибудь вы знаете то есть когда программа использующая open mpi начинает свою работу в какой момент она начинает создавать потоки ну да то есть да то есть я тоже замечал что в случае в случае посекс мы создаем потоки явно и они создаются именно в том месте где мы их создаем а open mpi создает их там где они требуются то есть если встретится параллельный цикл некоторые реализации после того как параллельная секция проработала они их держат эти потоки то есть они их не выкидывают с помощью патрэд join они их держат в некотором пассивном состоянии ну потому что инициализировать их снова можно быть дорого ну это вот такие детали чтобы были понятны различия да то есть в случае open mpi это уже не 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 api а элемент языка то есть это прагма встраиваемые в c или в фартран или там другие языки ну у нас есть пример аналогичный по секстресс который делает то же самое что я только что показал на open mpi да здесь используются конструкции типа omp sections в данном случае мы можем завести отдельные секции для cpu для одного cpu потока и всех gpu потоков в gpu секции провести провести некоторую инициализацию и запустить ту самую функцию ну чтобы не переписывать предыдущий пример а в cpu секции запустить уже не ядро gpu а проверочную cpu функцию для контроля результата ну вот еще один api с которым кто-то может знаком это boost это вещь которая претендует на то чтобы стать стандартом и очень много где используют ее особенность в том что это c++ то есть если вы работаете с c++ наверное наверное вам понравится как она сконструирована то есть здесь все то же самое примерно что и для post-ext-редс сделано в концепции объектно ориентированной уже такой пример тоже в том архиве что я вам предлагаю есть так как у нас со временем еще 40 минут правильно хорошо давайте теперь закончим с мульти-GPU программированием перейдем к такой концепции CUDA Streams она в общем-то искусственная то есть она это порождение термин CUDA то есть его не нужно путать там с потоками потоками исполнения или там с потоками GPU это Streams не Threads что они делают значит мы уже обсудили что когда вызывается ядро этот вызов асинхронен так вот стримы нужны как раз чтобы контролировать несколько потоков исполнения кода вызовов которые связаны между собой единой цепочкой в рамках одного стрима но если этих стримов несколько то они независимы то есть давайте еще поясню значит если у нас есть несколько ядер и мы не указываем на каких стримах они работают то они работают в одном стриме и этот стрим номер ноль то есть пока одно ядро не отработает следующее за ним не запустится но если мы первому ядру там зададим один номер стрима а другому другой то они будут работать уже асинхронно по отношению друг к другу но для ядер это может быть не очень интересно и не очень продуктивно обычно занимаются тем что пытаются с помощью стримов наложить вычисления на пересылку данных это одна из основных проблем которые есть вообще в параллельном программировании что чтобы весь вычислительный пайплайн не простаивал то есть чтобы и обменная сеть была занята чтобы вычислительные ядра были заняты нужно и тем и другим поставлять работу непрерывно соответственно пока один считает другой должен желательно чтобы другой что-то пересылал в этом случае мы добьемся максимальной эффективности нашего оборудования в противном случае что-то будет простаивать и на этом будут потери ну собственно на уровне на уровне куда это реализуется с помощью стримов простой пример давайте поставим следующую задачу мы будем помножать матрицу а на матрицу б получением результаты матрицу c матрицу а сделаем такой что она ну будет такой достаточно маленькой чтобы постоянно храниться в gpu а матрицу b мы сделаем такой чтобы она была не просто большой а чтобы ее в gpu нельзя было вообще вместить то есть чтобы она была там размером не знаю ну 8 гигабайт там или что-нибудь такое один из возможных способов решить эту задачу это делать блочное перемножение но такой вот простейшего форме делить матрицу b на подматрицы и последовательно умножать ее на а и получать в подматрице матрицы c частичные результаты на уровне стримов это сделать очень легко для этого нужно помножать а и b и получать результат в c в отдельных стримах причем стрим будет связывать цепочку операций необходимых для 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 всего пайплайна начиная от загрузки результатов и кончая их выгрузки то есть у нас есть стрим который делает ммкпи на gpu который считает там перемножение матриц и с этим же индексом стрима мы отдаем обратно результаты и все вот эти вот штуки они работают как бы независимо то есть пока пока одна часть может грузить свои результаты другая часть может заниматься вычислениями ну и собственно в идеальном случае мы можем достичь наложения вычислений на пересылке данных да еще одна деталь ну для куда 4.0 она может быть уже не так важна хотя все равно ну да все-таки важна куда куда молок хост должен быть использован для того чтобы выделять память на хосте которым мы будем использовать со стримами давайте подробно посмотрим я чувствую что это довольно новая может быть не очень понятная вещь давайте ее посмотрим подробно так что здесь есть я уже спрашивал знаком ли кому-нибудь БЛАС кто-нибудь пользовался библиотекой линейной алгебры если не пользовались то БЛАС реализован на GPU есть библиотека к БЛАС и именно ей мы будем пользоваться для получения частичного результата на GPU мы создадим некоторую дополнительную оболочку которая будет делать также выделение матриц А и Б и С на хосте выделение девайс памяти на GPU здесь используются вызовы кублас сет-вектор это аналог кудом МКПИ для кубласа на самом деле его все еще рекомендуется использовать для кублас но лично не очень понятно почему если здесь вы сделаете кудом МКПИ то это тоже будет работать собственно переслали данные запустили перемножение матриц посчитали время сделали такое же контрольное вычисление на хосте сравнили результаты освободили память собственно то что я показал как вы могли заметить никаких стримов не использовал это тривиальный вариант который сразу выделяет всю память сразу все пересылает сразу все считает и пересылает обратно вот это как раз плохо потому что все то время пока вы будете считать PCI Express шина у вас будет стоять соответственно наоборот пока вы пересылаете данные GPU ваш будет кушать электричество он не будет выполнять никаких полезных функций чтобы это исправить можно использовать стримы здесь как видите изменилось то что мы на хосте выделяем память не с помощью молока а с помощью молок хост дальше выделяем массивы для B для матриц B и C собственно инициализация стримов происходит командой CUDA Stream Create ну на самом деле это создает некоторый дескриптор который всего лишь число вы можете в принципе задать любое свое число с потолка но лучше так не делать а взять то которое вам вернет этот вызов да еще создается буфер под матрицу А и матрица А как было сказано она маленькая мы ее можем просто скопировать обычным образом ну а дальше начинается дискотека дальше мы используем при выделениях памяти и при пересылке данных мы используем индекс стримов вот он здесь появился и собственно вот вся вот эта программа она написана насквозь для каждого стрима мы сначала выделяем память пересылаем данные считаем кублас гем пересылаем обратно считаем время ну и все собственно ничего страшного то есть появились стримы и нужно принципиально понимать вообще как эта концепция работает если вы будете ей совершенствовать владеть то ваша программа будет работать с хорошей эффективностью но что такое хорошая эффективность это еще надо уметь оценивать потому что времена пересылки данных и времена вычислений не всегда совпадают не всегда они вообще соизмеримы то есть если ваше ядро достаточно тяжело чтобы считаться очень большое время по сравнению с пересылками необходимых данных то стримы в общем-то не нужны ну в общем-то не нужно терять время на дополнительном усложнении кода потому что выигрыш будет минимален с другой стороны если времена пересылки данных и времена вычислений соизмеримы примерно одинаково то ваш выигрыш будет максимальным потому что получится в идеале полностью наложить вычисления на пересылки данных ну вот здесь вот приведен в пакете есть этот пример он называется game stream здесь для примера выведены результаты испытаний метода с использованием стримов и без использования стримов для данной задачи на различных размерностях в первом случае мы брали матрицу 1024 на 1025 на 16 то есть это вот это 16 это число порции на которую мы поделили большую матрицу B то есть реально ее размерность это 1025 на 16 нет 1024 все-таки первая первая размерность вот первая первая строчка соответствует результату полученному обычным методом то есть без стримов а вторая строчка соответствует полученному со стримами видно что в гигафлопсах но они там рассчитываются можете посмотреть получается какой-то выигрыш то есть реально версия со стримами работает быстрее та же самая картина в общем-то получается и для для большей размерности но сколько здесь получается в реальности то есть каким может быть разрыв еще раз повторю это зависит конкретно от того в какой пропорции находятся ваши данные и ваши вычисления если вы много считаете и мало пересылаете то выигрыш от стримов в общем-то особо заметен не будет да 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 давайте я еще тогда поясню у нас есть вызовы куда мкпи есть вызовы куда мкпи асинг да точно именно так и в случае асинг появляется дополнительный параметр стрим в общем-то больше ничем они не отличаются нет конечно более того если вы не сделаете этого в соответствующем соответствующем вычисленном ядре вряд ли это будет работать вот эта картинка нужно использовать да то есть если вы пересылаете стримами то вычисления к соответствующей порции данных которые фигурируют в этих стримах они же должны быть вычисляться в том же самом стриме а понял вас нет на самом деле в случае обычного вызова ядра где оно тут есть потерял вот оно шеврон вот тут в качестве параметра просто добавляется стрим вот сюда просто он опущен то есть если его нет я об этом кажется сказал то есть по умолчанию все вызовы ядер происходят в нулевом стриме если мы ничего не задаем да те что да для синхронных есть отдельные функции да именно так спасибо хорошо ну что по этой части вроде все надеюсь я смог вас убедить что Куда может взаимодействовать с другими моделями параллельных вычислений и тот набор примеров которые предлагаю он в общем-то должен вам помочь очень быстро начать использовать мульти-GPU в ваших задачах так вторая часть у меня про отладку на нее довольно мало времени вот поэтому давайте может быть если какие-то очень важные вопросы есть по этой части а если нет а если нет конкурентное исполнение ядер это как раз то что получается в случае в случае когда мы одно ядро исполняем в одном стриме другое в другом если вы делаете это на одном GPU то реально конкурентное исполнение там вообще происходит происходит да то есть ядра будут работать получать правильные результаты насколько это будет эффективно это вообще говоря вопрос с точки зрения API с точки зрения возможности предусмотренного на уровне программы если вы запускаете разные ядра в разных стримах то они должны выполняться параллельно как это происходит в реальности как это масштабируется на железо я так сходу не отвечу мне кажется это вопрос специфичный к архитектуре Евгений у меня микрофон отпал наверное это не очень хорошо уже починил да стримы будут работать на старых карточках только нужно смотреть что написано в девайс пропитис для вашего устройства там должно написано быть что-то типа конкурент экзекьюшн дата трансфер ну то есть если вы запустите программу девайс query из из SDK ну знаете да девайс query она как раз выводит все все свойства и там это будет и поддержка конкурентного исполнения и вычисления пересылок там по-моему в качестве одного из свойств ну по-моему даже на старых картах скорее всего скорее всего она у вас будет работать ну да имейте еще ввиду что PCI Express это тоже не резиновая штука она может быть как более скоростной так и менее скоростной в зависимости от вашей хост-системы на серверных машинах как правило она наиболее хорошо сделана а на low-end системах там не знаю каких-нибудь слабых дисктопах количество реальных линий по которым подводится ну вот то что PCI Express X8, X16 там и так далее оно может быть несколько меньше и нужно иметь ввиду какая у вас реально пропускная способность может вы уже достигаете максимально и ничего не надо другого делать с чем то есть медленный сам чипсет ага понятно 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 интересно будет это обсудить еще поподробнее но на самом деле на пользовательском уровне достаточно понимать что там есть подводные камни связанные с этим устройством но если вы будете работать на кластерном узле то там они в общем-то обычно минимизированы возможности по-моему можно ну начиная с 1.1 скорее всего но я потом потом можем посмотреть вместе да еще да возможно нет для этого курса я их не делал но я знаю о существовании таких программ в принципе наверное в следующем году мы их напишем потому что вот этот вот набор он создан был буквально вот за несколько последних месяцев он достаточно сырой думаю что там есть что исправить надеюсь что вы в этом поможете так ладно давайте я дальше продолжу потому что времени уже реально очень мало а тема очень важная отладка приложений если вы не умеете отлаживать приложения то вы не можете программировать на параллельных архитектурах я вам это гарантирую потому что это довольно сложная система в особенности с участием GPU очень важно знать как работает отладчик с помощью printf и так далее любая проблема из очень простой может незаметно превратиться в очень сложную обязательно освоить отладчик собственно что здесь есть основные сведения об отладке GDB это стандартный хост отладчик CUDA GDB это GDB с расширениями для CUDA ну и диагностика девайс памяти значит основные понятия frame трасса breakpoint watchpoint frame это ну наверное может быть вы если в visual studio пользовались или какой-то эквивалентной программы с окнами она умеет по установке breakpoint но breakpoint все знают что такое переключаться в состояние исполнения соответствующей этой позиции так вот frame stack frame это тот набор вызовов который вот образовался в результате добора последовательности вызовов функций приведших вас в эту точку зачем он нужен вообще то есть вы можете посмотреть какая функция какую вызвала в виде дерева в виде стека вот это вот и есть stack frame дальше что еще важно что отладка позволяет делать мы можем просматривать значение переменных и вычислять даже несложные выражения назначать точки останова обычные breakpoint или же необычные по условию мы можем перемещаться по stack of frame отлаживать несколько потоков или анализировать тот dump то есть ту запакованную отладочную информацию которую вам допустим ваш клиент прислал у которого ваша программа сломалась исполняемый формат executable linkable format это формат в который компилируется в котором находятся экзешники ну например под линуксом в нем есть такая в числе он состоит из секций есть секция текст это исполняемый код есть секция данных есть секция дебаг вот эта вот секция дебаг это отладочная информация собственно что в ней может быть в ней могут быть различные пояснения к скомпилированному коду о том как например декорированные имена соответствуют человеческим реальным именам соответствия адресов ну и в общем-то любая дополнительная информация на самом деле она зависит от отладчика и компилятора с которым этот отладчик работает то есть там может быть что-то специфичное именно для него так что-то еще забыл сказать а нет нормально да теперь как выглядит gdb вот у меня здесь открыт наш кластер gdb выглядит как командная строка собственно все и ничего нет не нужно пугаться этого окна что здесь нет никаких windows на самом деле пользоваться этой системой очень просто она все команды сокращает до там одной-двух букв можно нажать табуляцию и начать писать какое-то имя нажать табуляцию и это имя вам будет высвечено если привыкнуть то это в общем-то довольно быстро можно с ней с ней оперировать так вот секция дебаг вышеупомянутая как сделать так чтобы в ней появилась отладочная информация нужно скомпилировать программу с флагом минус g минус g маленькая ну и собственно к вызову gdb прибавить в качестве аргумента вызов самой программы давайте это сделаем прямо сразу в данном случае у нас есть паттерн 2d ну вот собственно что он сказал считал отладочную информацию почему он ее считал потому что если мы посмотрим какими командами компиляции эта программа была собрана вот она опция минус g так второй вариант то есть в этом варианте мы запустили сразу же программу и отладчик и в ней программу и мы будем ее только-только запускать второй вариант это если у нас программа уже существует и мы хотим к ней присоединить отладчик это тоже очень жизненный вариант когда программа вошла в какое-то странное состояние вы хотите ее отладить тогда нужно приотачиться можно к ней по номеру процесса и прийти к тому же самому состоянию установка брикпойнта по имени функции мы можем нажать сейчас нажать b и сказать что ну вот видите образовались варианты он их выводит по табуляции можем нажать что мы в этой функции хотим установить брикпойнт установка брикпойнта по номеру строки там 58 58 установлен брикпойнт в текущем файле на строке 58 или же мы можем написать полностью имя файла и имя строки через двоеточие удаление брикпойнтов команда D и номер из тех номеров что были вот здесь присвоены D3 D2 понятно так watchpoint watchpoint это более мощная вещь она позволяет по номеру по адресу определить когда содержимое по этому адресу изменилось то есть это то же самое что брикпойнт но он делается на адрес и мы не ждем конкретно перехода в какую-то конкретную строчку а этот брикпойнт сработает на той строчке в которой содержимое по этому адресу изменилось эта вещь очень мощная особенно в плане отладки многопоточных приложений когда вы пишете не туда куда надо и у вас все падает ну вот здесь тоже приведен некоторый вывод того что отладчик заметил изменение изменение значения счетчика например лист просмотра исходного кода вместе останова давайте запустим нашу программу команда r или run да ей нужны параметры из параметров она не дошла до нашего брикпойнта ну вот собственно она пришла брикпойнт на ту функцию которую мы ей указали лист это выведение контекста то есть выведение тех строчек которые окружают ту на которой мы встали или же есть еще control alt нет сейчас так нет это не работает сейчас а control сейчас что-то я уже забыл какая-то команда control x а все правильно control а control x а вот это для тех кому в темноте страшно вы можете привычное окно сделать в режиме эмуляции control control x а нет одновременно ну да в любой комбинации можете начать нет ну все-таки сначала control да да извините до гуи мы тоже дойдем дело в том что это ситуация когда гуи у вас нет забудьте вообще про гуи если вы будете делать там какие-нибудь мобильные приложения или что-нибудь в этом роде но устройстве которое работает там которое вы хотите отлаживать может вообще не быть экрана стиральная машинка у нее есть дисплей но она работает с процессом ну в общем в общем разумный аскетизм это большой плюс если вы можете с его помощью сделать сложную работу следующий вопрос это многопоточность но я сейчас запустил программу которая работает в одном потоке но если их много то мы можем задействовать команду info threads и с ее помощью отобразить все действующие потоки и переходить между потоками с помощью команды t switch into thread трасса трасса это то то что я рассказывал про фреймы это последовательность вызовов которая привела к брейкпойнту мы можем перейти в фрейм верхний по отношению к той функции то есть мы можем перейти в ту функцию которая вызвала ту в которую мы встали на брейкпойнт f1 что нет она не повышается она меняется то есть у нас были локальные переменные по отношению к каждому фрейму мы можем перейти в другой фрейм и тогда нам будут видны его локальные переменные да ну в общем да обратно конечно f0 то есть эта процедура она никак не портит исполнение то есть здесь может быть любое число но в данном случае фреймов 2 их может там быть 10 там например как в этом примере как раз очень много трасса состоит из фреймов так значит отладочная информация желательно чтобы она была если код содержит информацию содержит отменизации то соответствие строк и наличие значений переменных может быть неполным допустим если компилятор выкинул какую-то переменную то есть за счет оптимизирования вы не сможете посмотреть ее число ее значение то есть такого рода проблемы нужно иметь ввиду так ну и совсем кратко уж что-то я растянул кода gdb это вариация gdb с поддержкой отладки в кода ядрах ну поскольку gdb gpl то кода gdb тоже gpl вы можете скачать его исходный код вот отсюда и скомпилировать его сами если вам нравится этот процесс значит единственное его требование если вы слышали про nexus про отладчик для windows в данном случае требуется только один gpu и он должен быть свободен то есть если как в моем случае я использую x x window на единственном gpu установленном в этом ноутбуке то отладку на нем я смогу делать только когда я выключу x но это уже большой плюс то есть я могу пользоваться своим ноутбуком и вести на нем отладку и можно запустить не более одного сеанса кода gdb но это немножко специфическое ограничение аналогом включения отладочной информации для gpu является флаг минус g большое ну и в общем-то все что в основном что нужно знать краткая демонстрация давайте мы вместо gdb запустим кода gdb и сделаем breakpoint уже в функции так сейчас сделаем breakpoint уже в функции которые соответствуют gpu и запустимся на исполнение я это делаю не на своем ноутбуке я это делаю залогинившись на сервер ну вот смотрите мы пришли на строчку 47 наверное вы ее запомнили из того листинга который я показывал вычисление полного индекса вот собственно ядро которое было с которым мы работали можно тоже точно так же смотреть какие-нибудь значения переменных давайте перейдем на строчку 48 ой b 48 continue это продолжить исполнение вот мы перешли на эту строчку что можно и степ степ тоже можно но это так просто у кого какие привычки степ тоже работает да нет степ по-моему делает одну инструкцию степ пройдет одну инструкцию насколько я помню ну вот значит помимо стандартной функциональности gpu gdb на cpu мы получаем какой-то примерный аналог работающий также для куда ядер плюс выводится разнообразная отладочная информация плюс мы можем смотреть отладочные управляющие переменные там типа блок dim блок edx но они специальные как вы знаете да точно так же как с хостовыми потоками мы можем переключать текущий блок и текущий поток в исполнении куда ядра то есть здесь мы встали куда-то куда пришлось как было правильно замечено куда первым попал breakpoint из этого места мы можем уже переключиться на тот поток и тот блок который нас интересует ну и ваш любимый emax вернее это сначала не emax а ddd одна из оболочек которая может работать поверх куда gdb другая оболочка это emax совершенно правильно никаких проблем тут все тоже будет работать примерно так же но с окнами есть еще такая маленькая утилита memcheck она позволяет определить ошибки особенно специфичные для кода начинающих программистов на куда например когда мы ошиблись например при выходе за диапазон допустимых адресов массива ваше ядро просто выдаст launch felcher то есть никакой дополнительной информации но без отладчика вы уже можете запустить куд memcheck и получить краткую информацию о том что произошло в данном случае вот сообщение об ошибке вот ну надеюсь мне удалось немножечко познакомить вас с gdb пожалуйста не бойтесь если вы работали раньше только с гуи пожалуйста не бойтесь здесь также все довольно просто если к нему привыкнуть и вообще это универсальная технология где бы вы не работали может быть уже не с куда она вам будет очень полезна ну все спасибо большое за внимание извините что задержал спасибо